В комментах к одному из моих ревью на Ютубе просили мнение про группу под названием ТАХ. Соответственно, группы я этого не слышал и полез их изучать, что это за зверь такой. Решил их послушать. У этих ребят, которые пишут свое название к эпилогам, есть один полноформатный релиз. Он вышел в этом 23-м году. Собственно, он self-title. Тоже называется ТАХ. Вообще, это товарищи из группы The Black Heart Rebellion из Бельгии, которые я, честно признаться, не слышал до этого. Я послушал их последний полноформатный альбом и могу сказать, что мнение, скажем так, или утверждение, что ТАХ на своем релизе продолжают уходить дальше в сторону каких-то экспериментов по отношению или по сравнению со своей предыдущей группой, оно в целом, а правда, действительно так и есть. Преемственность более того четко присутствует. В принципе, можно сказать, что это прям продолжение в каком-то виде предыдущей группы, очень сильно так пообтесанное, и многие вещи лишние, шероховатые были убраны, скажем так. Чего они играют, собственно? На Бонткемпе все максимально скупо, там написано альтернатива. Ну, то есть, могли бы написать музыка, было бы настолько же полезно, думаю. Где-то видел утверждение, что группа якобы считает себя экспериментальным фолк-роком, не нашел из уст самой группы такого подтверждения, и где-то видел указание на то, что они играют дрон-рок. Ну, смотрите, на мой неискушенный слух, это смесь, скажем так, острока с вокалом, и вот такой вот, около альтернативы, около, ну, наверное, дрон-рока, да? Я также видел в адрес этой группы неоднократно упоминание, что они играют что-то с постметалом, и давайте скажем сразу, никакого отношения к металлу или постметалу эта группа не имеет вообще. Я говорю в музыкальном плане, конечно же. Здесь важно помнить, что в роке, да, в отличие от какой-нибудь академической музыки, звук, то есть звучание, оно имеет во многом определяющую роль для того, чтобы определить принадлежность к какому-то стилю. Звук, там, ритмика, темп, техника исполнения, приемы какие-то, тропы, да? В отличие от академической музыки, где стили определяются более фундаментальными вещами, более там четкими, зафиксированные, типа там формы, фактура, логика, гармония, бла-бла. И я это как раз говорю про то, что в так, даже на этом уровне, да, на уровне там звука и звучания и прочего, там нет ничего металлического. Не верьте людям, которые вам говорят про какой-то постметалл. Нет там металла. Ни звука, буквально. Нету металла. И давайте сейчас послушаем кусочек, чтобы более наглядно понять, во-первых, что это такое, на что это похоже, во-вторых, чтобы продемонстрировать то, что металлом там не пахнет. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА